Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, друзья! В нашей студии, что ни день, то праздник, в эфире Роман Шахов, Александра Хайрулина и наши гости. Друзья, мы вас искренне приветствуем, и надо сказать по праву. Мы, к сожалению, редко видимся здесь в студии с нашей гостью, но зато каждая встреча наша невероятно волшебная. Мы в предвкушении. Сегодняшний концертный зал имени Ирины Богушевской. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, все-все-все-все-все! Позвольте я представлю героических людей, которые смогли прийти со мной сегодня на эфир. Светлана Мачалина, клавиши. Добрый вечер, очень рады. Денис Назаров, гитара. Добрый вечер, Денис. Алексей Рыславский, бас. Алексей, приветствуем, очень рады видеть. Наша встреча, надо обрадовать сразу зрителей наших и слушателей, проходит практически в канун большого концерта, красивого, в ЦДХ. 14 октября, камерная программа. Ирочка, конечно, сразу будем просить тебя рассказать, что ждать тем, кто сможет оказаться в этот день на концерте. Что нового ты придумала, чем будешь удивлять, радовать? А можно мы будем сразу удивлять, а потом радовать? Да, конечно. Хороший план, нам нравится. Мы бы сразу начали прямо вот петь, потому что у меня адреналин плещется в ушах. Я должна сказать нашим зрителям, слушателям, что это живой эфир, это не запись. И это прямой эфир, и это настоящие музыкальные инструменты, никакой фонограммы, ничего вот такого. То есть у меня адреналин плещет в ушах так, что пока я не спою первые две-три песни, я просто не смогу разговаривать. Так чего ж тянуть-то? Давайте скорее! Начинаем! Шоу для тебя однос. Ты строишь гнезда в облаках и замки на песке, Листая книг в дни своих, то в счастье, то в тоске. Твоя душа — воздушный шар, всегда готовый улететь. Ты здесь пока еще крепка, тоненькая нить. Ты оставляешь за спиной десятки городов, Держа в руках калейдоскоп своих волшебных снов. Тебе всего милей тот сон, Где любишь ты, и он влюблен. Но распадается узор, его пора забыть. Твои жемчужные браслеты, Гитары, флиты, кастаньеты, И в небе легкая звезда над головой. Молчанье, ночи, шум овации, Мельканье, лица, декорации, Любуйся это шоу, шоу для тебя одной. Весь мир играет шоу для тебя одной. Ты смотришь свой калейдоскоп, То плачет, то смеясь, И не стараешься понять причудливую вязь. Пытаясь только удержать Тот миг, где так легко дышать, Где вы друг друга обрели, Пройдя сквозь все века. Но распадается узор, Его пора забыть. И так и тянет отпустить Невидимую нить. Разлуки, встречи города, Цветная мелкая слюда, Смывает чистая вода Твой замок из песка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Твои жемчужные браслеты Гитары, плиты, кастаньеты И в небе легкая звезда над головой Молчанье, ночи, шум овации Мельканье, лица, декорации Любуйся, это шоу, шоу для тебя одной Весь мир играет шоу для тебя одной Страна, дорогая, для тебя Ирина Бугушевская В эфире телерадиоканал Страна ФМ Спасибо! Песня шоу для тебя одной, которая на самом деле миллион тысяч лет Она выходила на пластинки «Легкие люди» 18 лет назад Ей ужасно не повезло тогда с аранжировкой Бывает такое, знаете, когда ты вот экспериментируешь И не можешь остановиться И не можешь в простоте сделать ничего Хочется показать сразу Наворочило тогда Мы так наворотили, что просто Когда я рассылала ее музыкантам Сейчас для того, чтобы ее переделать В общем, мнения были Однозначные Когда там очень много суеты Сумбур вместо музыки Но, к счастью, пока все живы Руки, ноги, головы на месте Все можно переделать, устраивать Конечно, сейчас очень многие делают Реанимируют свои как раз такие песни Ранее написанные, выпущенные Так что все в порядке Это такой тренд Вот Денис предложил это замечательное решение Джаз Мануш Который Россия узнала Когда сюда приехала певица ЗАЗ Но когда написана эта песня ЗАЗ как раз, по-моему, ходил пешком по стол Так вот как Ну, потому что Мануш гораздо старше Этой прекрасной француженки Вот И мы его очень любим Мы вообще любим много всяких разных жанров Разных много стилей Вот Я пишу песни Я недавно в интервью одном сказала По поводу того вот вопроса Скажите, Ирина, в каком же жанре вы работаете? В каком стиле ваша музыка? Сказала, помните сказку «Теремок»? Ну да Ну помните, все туда набились? И в мультике, значит То лягушечка вылезет, то зайка Вот у меня примерно так У меня, значит Если представить В «Теремке» как раз все жанры Там все Калейдосков То покажется кусочек басановый То вот Мануш То широкая баллада красивая То детские песни, значит, вылезают И вот этот горшочек, к счастью, пока варит Ну а 14 октября все-таки Преимущественно кто-то будет Выбирать, скажем так, из жанров твоих? Что сваришь, да? Я надеюсь сварить какое-то волшебное совершенно химическое зелье Вот с моими прекрасными коллегами К нам еще присоединится Прекраснейший совершенно клаванитист Сергей Шитов Который сейчас напитывается солнечной энергией Где-то, по-моему, на йоге он где-то находится Как это важно! Коллектив как-то так сместился в сторону ЗОЖа Света начала прыгать на батуте несколько лет назад Ой-ой-ой-ой! Света отлично, отлично, да Да, она никогда еще не была в такой вообще прям прекрасной форме Хотя мы со Светиком знакомы достаточно давно Вот, ничего не знаю про ЗОЖ Леша Ярославского У нас папа троих детей Я думаю, там как бы Они и так обеспечивают ему фитнес Хороший тонус дети Поднятие детей С утра до вечера, когда дома Вот, а как Денис тренируется, пока не знаем Но вот клаванитист у нас йог Ничего себе Вот, да, так что Ну, а про себя теперь нужно сказать, конечно Можно я лучше спою? Потому что Сейчас пока я не спою несколько песен Я не успокоюсь Я не смогу разговориться как следует Дело в том, что мы готовили к этому концерту В том числе и премьеры Потому что всегда всем интересно, что происходит Вообще с артистом Что с артистом происходит Да, да, да И я должна отчитаться И вот такой творческий отчет Песня, которая написана вот этим летом Ей буквально два месяца Совсем-совсем еще маленькая, нежная Вот Называется она Самая красивая в мире облака Это такое рабочее название И сейчас я справлюсь с сердцебиением Отхлебну глоток воды И мы начнем петь Я теперь тоже Это же эксклюзивная премьера Друзья, премьера В эфире телерадиоканала Страна.ФМ Если у вас есть вопросы Для Ирины Богушевской Оставляйте их в контакте страны Потому что у нас есть публикация Посвященная Визиту певицы Пишите Вопросы будем задавать До конца этого часа Торопитесь Самые красивые Плыли облака В дымке голубой Где-то рядом Встретились море и река Словно мы с тобой Смотри Какой нам достался мир Реки, горы и моря Замри Чтоб не спугнуть этот миг Ни слова не говоря Ни слова не говоря Ла-ла-ла-ла-ла-ла Птица синекрылая Былая песню спела мне И скрылась за лист твой. Если разлучаемся в каждом-каждом сне, Слышу голос твой. Гляди, какой нам достался мир, И мы, хранители его, свети. И радуйся каждый миг, Не бойся ничего, не бойся ничего. Не бойся ничего, не бойся ничего. Ла-ла-ла... Но шторм ломает дерево, Лодку точит ржа, Следы затрет прибой. Сколько остается нам за руки держась, Вот так идти с тобой. Не пытай, какой нам отмерен срок Под этой дымкой голубой. Не считай всё, что хотел ты, Что ты смог. Останется лишь любовь, От нас останется лишь любовь. Останется лишь любовь, От нас останется лишь любовь. На-на-на... 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Ирина Багушевская, спасибо за эту красивую премьеру. Браво. В какой-то момент мы чуть не сорвались с каната, как тот самый канатаходец, но удержались... А что вы говорите? Это совершенно было незаметно никому. Мы были в песне Ирмацу. Просто... Да, магия возникла. Это правда. И я хочу сейчас поблагодарить нашего прекрасного Игоря, который за кадром, но от которого зависит звук в нашем сегодняшнем эфире. Должна сказать, что это 90% успеха, когда за рулём, за пультом профессионалов. Игорь, спасибо. Игорь, спасибо. Это было хорошо, красиво, удобно. На самом деле это бесконечно важно для всех, кто не делает живым звуком. Конечно, конечно. Ну, теперь я могу выдохнуть. Слушайте, потому что... Слава Богу. Давайте тогда сделаем небольшую паузу, чтобы окончательно избавиться от малейшего волнения. Вернёмся и продолжим общаться с нашими гостями. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Дорогие друзья, мы продолжаем сегодня в гостях у телерадиоканала Страна ФМ Ирина Багушевская и её команда. 14 октября в ЦДХ камерная программа. Это открытие нового сезона. Я так понимаю, творческого Урина и её команды. И, конечно, очень интересно поклонникам. Ты уже говорила, во-первых, дождаться премьер. Спасибо тебе ещё раз за прекрасную премьеру, которая случилась в нашем эфире здесь непосредственно. Но что ещё интересного ты заготовила за это лето для осеннего концерта? Ну, во-первых, я хочу сказать, что это не вполне открытие сезона. Мы открывали сезон 2 сентября на ВДНХ. И билеты были распроданы, между прочим. У нас было большое счастье. У нас был солд-аут примерно за неделю до концерта. Все билеты на него были куплены. Сцены на воде в ВДНХ. У нас остались совершенно потрясающие воспоминания. Потому что я очень боялась опять за звук. Потому что сцена действительно находится на Останкинском пруду. Ой, конечно. И ты никогда не знаешь, как там полетит звук, какие будут отражения. Но всё оказалось просто идеально. Там природа как будто помогает. Это такая огромная чаша. И у нас потрясающие оттуда фотографии. То есть начало было очень такое оптимистичное сезонно. Потом мы со Светой только что вернулись с израильских гастролей. Там тоже, к счастью, был аншлаг. Это прекраснейший зал. И хорошая погода. Прекрасная погода, да. И замечательные фотографии с мужчиной за роялем. Да, всё это тоже было. Вы всё видели, всё знали. Всё видели, да. Это прекрасно. Ну и смотрите, на 14 число, вот на вчерашний день, у нас оставалось с вами непроданных 14 билетов. Сегодня уже 10. Сегодня уже 10. Света статистику ведёт. А Света у нас вообще, она не только клавишница. Она музыкальный руководитель коллектива. Она архивариус. И она мастер наших соцсетей. Турбо-менеджер, значит, всего на Свете. Контакты, инстаграммы и так далее. Ира, спасибо за этот термин. Турбо-менеджер. Я думаю, что сейчас его многие подхватили. У Светика есть диплом турбо-менеджера. Именно поэтому я так и сказала. Вот. И мы 14-го играем программу, которую, ну, в принципе, мне кажется, таким составом ребята с вами вообще никогда не играли. То есть это тотально новое звучание всех наших песен, тех, которые у нас в репертуаре последние годы. Вот шоу для тебя одной специально была реанимирована, ну, потому что невозможно было стерпеть, значит, все, что с ней происходило. И вот теперь она в таком чудесном акустическом варианте. Да, замечательно. Я думаю, будет жить, и даже если к нам присоединится ударная установка на следующих наших концертах, потому что у нас впереди гастроли в городах. У нас Антон потрясающий, да. У нас Антон потрясающий, Дашкин, да. А теперь вот только акустика. И в этом, знаете, есть своя какая-то легкость, в этом есть большая такая прелесть, потому что мне, как вокалисту, это гораздо проще. Уже мне тяжело соревноваться с ударной обстановкой, да. И, конечно, когда гитары, гитары и клавиши, кларнет — это такое вот звучание, когда ты можешь прям шепотом работать, это огромное-огромное такое наслаждение. А ребята подстроятся, они смогут совсем уйти в тишину и не мешать своим присутствиям, да, никак? Зачем? Они никогда не мешают. Вы что, Саша, без них вообще невозможно. Нет, совершенно невозможно. И вот у нас впереди большая осень, у нас вот вскоре после 14-го мы летим в Иркутск, будем там гулять по Байкалу. И 18-го у нас концерт в театре Охлопково. Потом у нас в ноябре детские площадки. Это наш любимейший проект. Уже, да, такие традиционные. И 25, друзья, да, ты запоминаем и... 24-е, 25-е ноября в 12.30, чтобы все родители могли выспаться, не бежать никуда в 8 утра, значит, и приехать в 12.30. Мы играем два отделения по 45 минут с антрактом, ну, потому что этот проект уже ему 7 лет. Мы уже набили все возможные шишки и все знаем. Отточили все. Отточили, вот. И там у нас вот полный состав. И барабанная установка, и, значит, кларнеты, флейты, живые авторы детских песен, вот. И всякие разные игры. Вот, например, вы сейчас, Саша и Рома, будете нам помогать. Давайте. Тетя Света вас превратит в ребят. Ой, какая прелесть. Что мы должны делать, Ирка? Для начала вы должны помочь нам найти восьмую ноту Му. Му. Так, давайте. Му. Хорошая заявка на успех, но пока не окончательно точная. Тетя Света, сыграть нам, пожалуйста. Му. Вы репетировали, я знаю. Саша, ты проговорилась. Вы репетировали. Молодцы, дорогие дети. Давайте теперь мы вам покажем, в каком месте нужно будет применить вот эти ваши, значит, новые прекрасные навыки. Итак, песня Андрея Усачева, восьмая нота Му. Давным-давно жил пастушок, был у него мешок. В мешке лежали восемь нот, маленький рожок. И подпевала вся земля, как дорожок ему. Пил доры ми, и фасоля, и ля, и си, и му, 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 и му. Уснула однажды пастушок, и уронил мешок, и восемь нот веселых нот упали на лужок. И раскатились, как фасоль, все ноты по нему. И доры ми, и фасоль, и ля, и си, и му, и му, му, и му, му, и му, и му, му. И доры ми, и фасоль, и ля, и си, и му. Пастух обшарил свой мешок, он обыскал весь луг. Нашел темнот, но не найдет восьмой пропавший звук И тут корова подошла задумчиво к нему И к небу морду подняла и замучала И стало ясно, молодцы, все ему Когда корова замычит Звучит восьмая нота-му И му-му-му, и му-му музыка звучит Рожок теперь совсем не тот, и звук не тот совсем Ведь раньше было восемь нот, а их осталось семь Понятно, каждому без слов куда девался звук И почему у всех коров, му-му, музыкальный слух И потому, и потому, когда корова замычит Звучит восьмая нота-му И му-му-му, и му-му музыка звучит Звучит восьмая нота-му И му-му-му, и му-му музыка звучит Браво! Браво! Ирина Богушевская и... Дашни за сводный хор! Ну, дуэт-му музыка Стадо ведущих! Стадо ведущих, господи! Ну, смотрите, как здорово! Ну, смотрите, как здорово! Замечательно! Это невероятно волшебная история! Да, вот родители... Ладно, дети, но родители превращаются в детей просто моментально И впадают в детство на эти два часа И кромче детей кричат му, я уверена, сто процентов! Да, абсолютно, там такие счастливые лица В общем, действительно, этот проект наша огромная радость Хотя его довольно сложно поддерживать Потому что нас много, нам трудно ездить в города Но вот у нас теперь есть такая прекрасная летучая бригада Может быть, организаторы нас увидят в разных всяких городах И позовут нашу детскую площадку Мы будем совершенно счастливы Превратите вас в совершенно счастливых детей Ирина, а предстоящие детские площадки, которые в ноябре пройдут? 24-го, 25-го, да Они отличаются чем-то принципиально от тех шести, которые уже были? Ну, их было не шесть, их было гораздо больше уже И это удивительный проект Потому что у нас там трое авторов Андрей Усачев, Саша Пенегин и я И мы в шесть рук продолжаем все время писать новые песни И все время их показывать, все время их обкатывать То есть понятно, что дети всегда хотят любимое Конечно! Они всегда хотят пополос То, что уже знают наизу, чтобы можно было петь Абсолютно, да Они хотят шкатулку Я помню, как на одном концерте Позвала прекрасного нашего, уже можно сказать, друга Музыканта и хозяина базы, на которой мы репетируем Михаила Балогу с дочерью И выхожу к ним после концерта Ребенок рыдает просто Вот слезы так, вот как у клоуна И я в шоке Потому что, ну, у нас такого не бывает Я говорю, что случилось? Вы не спели песню, прям Хрюшечек Вы не спели Мы спели 40 песен Мы не можем впихнуть 80 в этот концерт А он же ждал именно это А вот она хотела хрюшечек Но мы все равно с упорством маньяков Продолжаем показывать новые песни Они обязательно будут к ноябрю тоже Ир, ты их записываешь, вот детские песенки Например, можно приобретить пластиночку с новыми песнями детскими? У нас выкуплены все уже тиражи У нас уже две пластинки есть Они распроданы давным-давно Сейчас в декабре у нас освободятся права на них И мы с Андреем уже договорились писать третью площадку И у меня своих два детских альбома В общем, это такая долгоиграющая история Она будет продолжаться обязательно Ой, спасибо безотдельно за нее, друзья У нас коротенькая пауза, оставайтесь с нами Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Дамы и господа, мальчики и девочки Продолжается программа концертный зал В гостях по стране ФМ Сегодня Ирина Богушевская Мы слушаем песни для больших и маленьких Уже узнали, что все-таки Достаточно в скорое время, надеюсь, появятся Новые альбомы из детской площадки Из программы детской площадки А что касается сольного альбома Ирины Богушевской Готовится ли он? Потому как последний был в 2015 году, если не ошибаюсь Да, нам пора давно записываться Это правда, потому что у нас огромное количество Новых песен Вот сейчас хотим показать одну из них Вот таким акустическим составом Тоже очень интересно все звучит Песня «Обнимая ветер» Ну вот, получается, что это премьера Акустического варианта этой песни Спасибо, у нее столько подарков Ура! Ура! – В первых дней И сопротивляться все трудней Если против тебя суета И все не так, все не так, все не так Поднимайся выше облаков Прыгнул в самолет И был таков И где-то в горах По тропе крутой Поднимись на вершину и пой Огромный ветер Дай твоей мне силы напиться Ты слышишь ветер Возьми меня в ладони, как птицу Огромный ветер Поющий на пустынных вершинах Дозволь мне быть с тобой В мире, что вечен и светел Сердце ты свое горам открой Ощути их силу и покой Там, где ветер свистит и поет И душа вдруг рванется в полет Этот бесконечный горизонт Словно самый твой счастливый сон Все печали свои отпусти Ты свободен, теперь так лети Огромный ветер Дай твоей мне силы напиться Ты слышишь ветер Возьми меня в ладони, как птицу Огромный ветер Поющий на пустынных вершинах Дозволь мне быть с тобой В мире, что вечен и светел Мы когда-то все могли летать Так легко, как мыслить и мечтать Только лишь иногда В детских снах Дивный дар возвращается к нам Но обнимая ветер, не грусти Ты снова сможешь крылья обрести И свободу поздно Стать собой И тогда возвращаться домой Стать собой Ветер Дай твоей мне силы напиться Ты слышишь ветер Возьми меня в ладони, как птицу Огромный ветер Поющий на пустынных вершинах Дозволь мне быть с тобой В мире, что вечен и светел В мире, что вечен и светел В мире, что вечен и светел Светлая такая песня Тоже достаточно новая Недавняя Моя свежеобретенная сестра Несколько лет назад вышла программа Пока все дома Ее посмотрела моя Как выяснилось Троюрная сестра И когда я сказала, что у меня бабушка Из Явлинки, Северный Казахстан Вдруг мне приходит письмо Вы знаете, Ирина, у меня тоже бабушка из Явлинки И фамилия у нее Пономарева Отчество Семеновна Только мою звали Матрена А бабушку Аллы зовут Устинья И так я нашла, была троюродной сестру И мы очень плотно общаемся Просто программа пока все дома Превратилась в программу «Жди меня» Для меня, да, как-то так Чудесная, чудесная история Вот, и дочь Аллы Когда Алла сейчас звала ее 14-го, начала на этот концерт Она сказала Ой, я была у них недавно в Доме кино Багушевская с тех пор, как вышла замуж Стала такая скучная Все эти какие-то радостные песни Просто невозможно Поэтому я хочу сказать Знаете, 14-го будет над чем поплакать Не волнуйтесь Платочки берем с собой, да? Скажи, Риорита будет? Да, Риорита будет Многие сейчас вот так сделали Потому что мы не играем ее в больших концертах Полным составом Она действительно для вот как раз Такой именно камерной ситуации И еще несколько песен Которые мы сейчас вот Со Светой вспоминали Для Тель-Авива Да, вот как бы этот театральный джаз Вот эти такие драматичные песни Они нужны, оказывается, тоже Потому что кому-то важно Но они отражают определенное время, эпоху И взаимоотношения людей Они отражают, наверное, не только время И эпоху Они отражают это состояние Вот эти состояния В которых мы иногда в жизни оказываемся Когда нам кажется, что мы в каких-то тупиках Что мы в каких-то ловушках И мы не знаем, как найти оттуда выход И поэтому нам важно Что кто-то уже был там И смог оттуда как бы выскочить наверх Вот я для себя так объясняю Почему люди слушают вот эти грустные песни Почему им нужен вот этот вот Почему им нужны эти слезы Там же светлая грусть все-таки такая Ну не всегда, нет На самом деле бывают такие В жизни ситуации, когда вот Ну не до светлой грусти Ты просто рыдаешь Крокодилями слезами И прям все по-настоящему Вот у нас есть песня как раз Называется она «Ловушки» Про то, как вот выбраться Как выбраться из всех этих вот ситуаций Я очень хотела спросить тебя Ты сама же сказала, процитировала Во всяком случае, что «Богушевская такая скучная стала, как вышла замуж» Это же длится пять лет уже Чем мы поздравляем вас с Александром Да, невероятно И хотела спросить вот что Ну наверняка уже ты можешь как-то сравнить Этот период, скажем, пять лет и предыдущие Как сегодня в течение этих пяти лет В «Богушевской» пишется? У меня был дикий страх Что вот Ну как это называется Что счастье – это такое пустое небо И там ничего нет И действительно какая-то пауза была потом Но я думаю, она была только потому Что мы вообще не разлучались с Сашей несколько лет Для того, чтобы писать Ну ты должен быть один У тебя должно быть тихо рядом И я ему в какой-то момент сказала Слушай, я так не могу Ты знаешь, мне нужно быть наедине с собой Потому что тишина и главное уединение Я очень настраиваюсь на другого человека Если я вместе, я прямо вместе А мне нужно побыть с собой У меня там тоже много чего происходит Чтобы с собой вместе Ну вот, например, песня про облака Родилась в этом году Потому что мы поехали в Таиланд достаточно надолго И в какой-то момент Саша просто улетел на родину А я осталась там, значит, слушать птичек И вот И посыпались песни Одна за другой Я писала много детских песен Как бы я на этом начала Вот выезжать из этой паузы Ну и «Ветер» тоже относительно Недавние песни То есть, да, они появляются все равно Они другие Но я не хочу сказать Что это какой-то сахар с патокой Потому что Потому что все равно К сожалению Никуда не деваются важные вопросы Жизни и смерти И все равно меня это мучает Вот эти вопросы меня мучают все равно Поэтому все равно там Все болит и кипит Несмотря на то, что действительно Да, как бы моя жизнь совсем другая Чем еще шесть лет назад, правда Это так Но она ни разу не скучная Хочу сказать С Александром не соскучишься Ну и спасибо Александру привет Кажем Александру, да И с удовольствием послушаем, что будет следующим номером У нас в программе Песенка «Ловушки» Такая, значит, и в ней есть цитаты Я предлагаю публике угадывать Там цитаты есть из нескольких моих любимых авторов Там есть цитаты из Высоцкого Есть из Макаревича Есть из БГ Буквально там один образ Вот люди сидят Разгадывают эту требусть А мы тем временем поем песню про ловушки Отлично Если мрак и холод внутри И вдруг ты видишь, где-то рядом костер горит То ты летишь на свет Так моты лег на свет Но только может случиться так Казался друг, оказался враг Вот это полный мрак И света нет, как нет Ты держишь голову двумя руками И пьешь текилу пополам со слезами И знать не знаешь, за что такое наказание И ты плачешь, мама Какие могут быть игрушки Все было мало Сама искала Сама попала в эти ловушки Мама Нету пробу в проклятиях Сама попала и пропадаю Сама не знаю Куда бежать, куда бежать Тебе так больно, больно, больно и горячо И в сердце черная дыра И сквозь нее течет Пока близ жизнь течет И дни наперечет Нет воздуха дышать Нет воли жить И где соломинка Все это море Переплыть Эй, кто-нибудь Подставьте мне плечо И вот ты входишь В тихую гавань Канаты якоря Прощай, свободное плаванье Но однажды к этим якорям Тебя привяжут по рукам и ногам И ты скажешь Мама Какие могут быть игрушки Все было мало Сама искала Сама попала в эти ловушки Мама Нету пробу в проклятиях Сама попала и пропадаю Сама не знаю Куда бежать, куда бежать Пока ты будешь готов Попадать в западню Ты попадешь в нее Десять раз на дню Пока ты мал и слаб Ты будешь чей-то раб Здесь и там горят костры Но только посмотри Такой же точно есть У тебя внутри Ты множишь счет потерь А фокус просто поверь Ты можешь в землю Врастать с корнями А можешь быть как сокол Над облаками Ты можешь быть ветер Или пламя А ты все твердишь Мама 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 Какие могут быть игрушки Все было мало Сама искала Сама попала В эти ловушки Мама Нету пробу в проклятиях Сама попала И пропадаю Сама не знаю Куда бежать, куда бежать Ура-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. Мама Ирина Покушевская Спасибо Вспомнила сейчас, я написала эту песню в 2012 году, в феврале И потом некоторое время я вообще не понимала, что за песня, о чем, кому, почему Вот она как бы раз написалась, и я недолго потом думала Потом поняла, что это послание было мне вообще А хоть так Деточка, значит, не веди себя так, веди вот так Поэт, композитор, певица, профессиональный философ, можно так сказать, если выпускница? Нет, я никакой не профессиональный философ, абсолютно, нет, я не преподаватель Я только своего барабанщика однажды готовила к госэкзамену по философии в Академии И кто он там попался на шпаргалке? Паразит, он не переписал даже шпаргалку своим почерком Я хотела рассказать нашим зрителям и слушателям, может быть, похвастаться, что Ирина, между тем, является немножечко нашей коллегой отчасти Потому что были годы, и не маленькие, шесть лет целых работ на радиостанции Да, это было золотое совершенно время, ребята, потому что тогда не было никакого телевизора Это была Ира Тверская Да, и однажды я спросила своих слушателей, какой они меня себя представляют Не было же камер, не было камера радио Да, конечно, это же особая магия неизвестности Таким магическим театром, кто там такой сидит Вот, и когда люди караулили нас после эфира, я так всегда незамеченная выходила Они просто не могли представить, что это шпингалец, значит, вот сидит, разговаривает таким прекрасным голосом Вот, да, но, между прочим, многие говорили, что вы, наверное, высокая брюнетка с зелеными глазами Да что ты говоришь Ира, ну это что было, желание? Это необходимость зарабатывать была, или это искреннее желание? Ну, были 90-е, да И радио 101, на котором мне посчастливилось работать, было одной из первых российских FM-музыкальных радиостанций И помимо необходимости зарабатывать, да, потому что я была одинокая мама, и у меня был маленький ребёнок Тем не менее, это было главным тригером То есть удовольствие всё-таки приносило работу? Она приносила не просто удовольствие, это был такой наркотик, потому что, во-первых, не было, опять же, компьютеров И ты сам программировал четыре часа эфира, ты мог поставить просто всё, что хочешь У нас были какие-то конвенции, мы договорились, что вот это, вот это, вот это мы в эфир не ставим Но радио 101 было дизинственным Никогда в жизни я не могла это сделать из каких-то идиотических комплексов Я так понимаю, что я просто каждый божий день по четыре часа рулила эфиром Я могла стать звездой, господи Конечно, из руководства Ну как? Нет, а руководство было не против У нас был фантастический совершенно директор Один из них, Юрий Алексеевич Костин, возглавляет авторадио и весь холдинг вот этот огромный И с огромным удовольствием по-прежнему мы встречаемся и друг за другом следим Потому что, ну вот этот вот на самом деле потрясающий драйв, когда ты можешь сделать Вот когда ты свободен, когда над тобой не висят программные директора Это же какая-то немыслимая, прекрасная была такая история Ну а вот эта свобода, этот драйв, он сравним с тем, что ты испытываешь, когда выходишь на сцену, выступать перед своими поклонниками? Ну, я хочу сказать, что при всем уважении к радио и при всей любви, которую я к этой профессии испытываю Когда ты выходишь петь лицом к своей публике Это несоизмеримая совершенно история Мне потребовалось, наверное, полгода в эфире, чтобы научиться представлять себе лица людей, которые меня слушают Для которых ты говоришь, да Для которых я говорю, потому что сначала я представляла себе нескольких друзей и с ними общалась А потом я поняла, что нет, на самом деле, ого-го Там как бы я начала представлять себе такую карту Москвы И тут горит огонечек там, и вот это все такое сверкающее море, тебя все слушают Да, но сцена — это все равно другое Это живой обмен энергии Вот сейчас вы сидите напротив, и вы с такими глазами смотрите Я не знаю, на всех ли вы своих гостей смотрите с такими глазами Но это большое счастье работать для таких глаз и для таких лиц Серьезно, правда Это сразу такая... Спасибо, друзья Вас очень легко запомнили Именно это выражение глаз сейчас в эти минуты Друзья, пока глаза слезятся после этих слов, давайте попросим Ирину спеть еще Ну давайте, у нас сейчас небольшое совещание, потому что вы видите, эфир живой Я уже произвела некоторые замены, что мы хотим спеть, не перегонки с волной, хотим ли мы спеть Или, да, давайте Такая новая на Испании, культура фламенко В истории про Кармен Значит, вот те ритмы Испанская канта Хонда Улечу в Марселе и в Афины Напоследок рыбакам спою И возьмут к себе меня дельфины Встаю, как свою Растворят изменчивые воды Облик мне наскучивший земной Средь дельфиньево народа Обрету тогда свободу мчаться На перегонки с волной На перегонки с волной То под зонцем, то под луной Повинуясь только зову-зову звездных стай И уходят с каждой волной То, что было раньше со мной Ведь дельфин не знает слова Прощай Не броди под берегом пустынным Не зови, не жди и не грусти Если б только смог ты стать дельфином Нам бы было по пути Если бы вошел ты в эти воды То теперь бы наравне со мной Под огромным небосводом Невесомый и свободным мчался На перегонки с волной На перегонки с волной То под зонцем, то под луной Мне не надо больше выбирать Я знаю путь И уходят с каждой волной То, что было раньше со мной Ведь дельфин не знает слова Забудь Память, страсть, надежду, вдохновенье Тысячи созвучий ласк и книг Все отдам я за одно мгновенье Долгий, долгий миг Вечно будут крон этих пеней Поклоняться солнцу и ветрам Вечно буду плыть дельфином Вечно буду в море синим В салки с бесконечностью играть На перегонки с волной То под зонцем, то под луной Никого не надо мне И ничего не жаль И уходят с каждой волной То, что было раньше со мной Ведь дельфин не знает слова Печаль На перегонки с волной То под зонцем, то под луной Никого не надо мне И ничего не жаль И приходят с каждой волной То, что будет раньше со мной Ведь дельфин не знает слова Печаль Студия 89,9 Концертный зал Друзья, мы продолжаем Концертный зал с Ириной Багушевской Мы слышим замечательную песню И хочешь что-то договорить? Мне кажется, очень сложно Петь Сиди эту песню Потому что я всегда танцую Когда я ее пою Потому что это Она просто Акценты нужно расставлять телом Она невероятно Такая динамичная Очень красиво Спасибо тебе за это Нашу сейчас перенос В Испанию В теплую, горячую Ну и возвращение обратно Уже в холодную Москву На самом деле Москва Совершенно удивительно прекрасна Осенью, когда показывают солнце И это лето было такое Что мне кажется Грех жаловаться Мы напитались солнцем и энергией Абсолютно точно И впервые Все стали улыбаться Кафе открыли Все окна И еще в августе Я помню, я ехала За костюмом На хохловку И там куча всяких кафешек Сидит толпа народу Типа 9 вечера Так тепло Так расслабленно Открыты окна Все гомонят И так красиво В общем, было здорово Мне очень было хорошо А солнце ты любишь, мы знаем Не то слово, да Но у меня было много счастливых дней Этим летом, да Позволил себе отдохнуть По поводу лета мы поняли Осень вот сейчас Концерты Но и зимой В начале у тебя там что-то планируется С Алексеем Ивашенко Расскажи О, у нас 2 декабря Мы играем Наши любимые Босановы Антонио Я начинаю так гундосить Потому что просто Португальский язык Он весь такой Он требует такого Извините, слонёна Мы играем У нас большой новогодний Сольный концерт Доми Кино И к нему мы тоже будем Специальным образом готовиться Обязательно разучим Веселых песенок побольше Ну и обязательно Придёте, надеюсь, к нам в студию В канун этих событий Ещё поговорите И попейте Эти самые Весёлые новогодние песни Конечно Мы очень любим петь Насколько не остановишь Конечно Елочка, расскажи нам, пожалуйста Каковы литературные успехи У Даниила У сына Даниил Писал романы В раннем, так сказать, своём периоде Леток 10, 11, 12, 13 Он ходил и бубнил Какие-то фразы Значит, я помню, что Однажды мы с ним поехали На берегу моря Тёплого, сатиземного Я, как идиот Все там фланировали Фотографировались Значит, на фоне заката А я сидела, набивала на компьютере То, что он мне диктовал Потому что у него Какое-то было вдохновение Местами это, конечно Были очень смешные произведения Потому что он такой На самом деле Он писал в стиле Дэна Брауна То есть я хочу сказать Что если бы он Он бы начал писать Он автор достаточно плодовитый был И мог быть вполне-вполне успешным Потому что у него обычно На первых трёх страницах Уже 18 трупов И дальше, значит Всё очень динамично происходит Подожди, как к этому Литературная студия относилась? Литературная студия К этому относилась строго Потому что Количество трупов Лимитировано Нет, нет, нет Как раз не это Их заботило Их заботило так Чтобы там всё красиво было в языке Без штампов Без каких-то длиннот В общем, это очень толковое дело Это были прекрасные занятия Но мы почему-то говорим В прошедшем времени Потому что Даниил Я просто пытаюсь понять Сколько времени у нас остаётся На рассказы о литературных успехах Даниила Минутка буквально у нас Всё кончено Не имею в виду Его литературное занятие В 16 лет просто как отшибло Посмотрим, что будет дальше Ну, вполне возможно, что Ненадолго заснул этот дар Он обязательно проснётся И проявит себя Мне кажется, дар не может засыпать Вот точно так же Как я пошла в университет Прикрутив горлышко Значит, своим всем этим песням Потому что, ну, родители были против Сказали, ну, что это за собачья профессия Артист Всё время зависишь там От всех От режиссёра От публики От случая То ли дело преподавателей Истории философии Ну, и потом случились 90-е годы Я работала на радио Наши профессора получили Какие-то копейки страшные В общем, всё непредсказуемо Поэтому, не знаю То, что ты в детстве посеяла Но он обязательно когда-нибудь там Надеюсь, прорастёт И заколосится Пожелаем этого всем-всем-всем детям Которых родители таскают На всякие кружки На концерты детская площадка И так далее Да, в дыре Собираемся на детскую площадку Ильичка, ну, мы тебя искренне благодарим За визит к нам Всего замечательной команду Мы не успеем даже спеть песню котёнка Споём Споём, споём У нас время Она буквально две минуты идёт А у нас даже целых три с половиной минуты Поэтому мы и Тогда я ещё успею сказать вам огромное спасибо За то, что пригласили нас Спасибо огромным ребятам Потому что они в своём безумном Правда, в безумном графике Нашли вот эти часы Которые мы провели здесь Спасибо, ребят Это очень счастливые часы Всё, мне кажется, получилось у нас сегодня Но не сразу 14 октября, друзья Москва И 25 24 и 25 ноября Вот это очень важно А также привет мы передаём В Иркутск В Иркутск В Ярославле Во все города Куда мы собираемся приехать До новых встреч А сейчас, собственно, песня Котёнка Спасибо тебе Спасибо огромное Ещё раз За то волшебство и свет И невероятное излучение Которое ты даришь Всем 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 Сейчас будет ещё немножко Света Который учился делать всё У него ничего не получалось Но он не сдавался Говорит, что всё будет хорошо Но не сразу Я охотник великий, молодой Я упал, махаю в воздухе ногой Пили прыгну Я легко бать ем Любой Прыг, прыг, прыг Прыг, прыг Ой Но не сразу Но не сразу Ведь процесс этот очень непростой Ты напрасно мне, мамочка, твердишь Что поймать очень трудно эту мышь Я схвачу её сейчас, как тигр лихвой Цоп, 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 цоп Ой, но не сразу Но не сразу Ведь процесс этот очень непростой Заберусь я на фигку сможет быть Заберусь, чтобы когти поточить Там наклон крутой, но я и сам крутой Раз, раз, раз Раз, раз, раз Мамочки, а как я слезу? Но не сразу Но не сразу Ведь процесс этот очень непростой Я тут слышу, что люди говорят Что никого нет потешнее котят Котята могут всё Если только захотят Всё, всё, всё Котята могут всё Но не сразу Но не сразу Пусть сначала их немножко подрастят Но не сразу Но не сразу Пусть сначала их немножко подрастят Мяу, мяу, мяу